Мина. Блокчейн, известный как самый лёгкий из ныне существующих. Малый размер его файлов становится возможным благодаря использованию снарк-технологий. За прошедшие месяцы разработчики хорошо продвинулись в совершенствовании протокола. Поскольку команда Мина выступает за полную прозрачность, её представители периодически публикуют в открытом доступе отчёты с основными показателями компании. Недавно Мина Фондейшн, управляющий децентрализованным протоколом Мина, опубликовал отчёт за период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года. Компания также провела исследование, в рамках которого была получена интересная информация, которая может проиллюстрировать отношение сообщества к технологии Zero Knowledge Proof. Разработчики назвали несколько ключевых направлений, в которых развивается Мина Протокол. Среди главных достижений проекта – взаимодействие с партнёрами в Тель-Авиве, Стамбуле и Берлине, а в 2022 году – несколько важных встреч в Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Активное участие в DevConnect 2022 в Амстердаме в качестве ключевого спонсора. Создание более благоприятных условий для стабильного развития фонда, в том числе за счёт поиска новых сотрудников, выстраивания доверительных отношений внутри коллектива и повышения эффективности маркетинга. Размещение токенов Мина на таких общеизвестных криптовалютных биржах, как Coinbase и Huobi. Сбор статистических данных об отношении пользователей к доказательству с нулевым разглашением. В рамках опроса более 90% респондентов заявили, что больше доверяют криптовалютам, использующим Zero Knowledge Proof. Есть и достижения, которые выражаются в числовом значении. Например, число аккаунтов на платформе выросло с числа 90 554 до 114 203 с января по июнь 2022 года. Во втором квартале более 21 тысячи из 114 тысяч аккаунтов делегировали свою долю в проекте. Ещё один важный показатель – это производство блоков. На скрине можно увидеть их количество в разные месяцы. Есть ещё один график, который наглядно демонстрирует, как меняется один из ключевых показателей эффективности протокола. Интерес к относительно новому проекту пользователи проявляют и на портале GitHub. За 6 месяцев отчётного периода 66 уникальных пользователей внесли 2799 коммитов. Если верить криптомиса, сегодня мина – это криптовалюта, в профиле которой больше всего коммитов за рассматриваемый период. Разработчики сообщили, что в данный момент заняты совершенствованием программы делегирования. В канале Discord, который полностью посвящён программе делегирования, были опубликованы обновления, включая бета-версию таблицы лидеров безотказной работы. Наконец, они представили отчёт по использованию токенов в двух направлениях. Казначейство. Всего в казне находится 45 миллионов токенов мина и 38 миллионов долларов США из стейблкоины USDC и USDT. За отчётный период было потрачено около 0,7 миллионов мина. Статьи расходов разнообразны – от маркетинга до юридических и нормативных расходов. Гранты. На гранты в данный момент выделено 98 миллионов токенов мина и 28 миллионов долларов США из стейблкоины USDC и USDT. В отчётном периоде команда проекта потратила на гранты 4,6 миллиона мина. Помимо финансовой отчётности и статистики, которая отражает успех проекта, есть и другая не менее интересная статистика. В рамках проведённого исследования команде мина удалось узнать, как криптосообщество относится к ZK Apps.